всем привет сегодня хочу рассказать об укоренении королевской пеларгонии к пеларгонию я эту ставила еще в начале августа сегодня 10 сентября и я уже вот эту палету собираюсь рассадить почему показывают две палеты потому что в это я не использовала никаких корнеобразователей стимуляторов а в это я использовала корневин и резапон но разница между ними где-то две недели значит вот эта палета вообще не использовано было ничего выпадов практически нету за исключением от некоторых моментов но здесь я немножко перелила и он вот прям что он просто-напросто уже с крышками загнил поэтому основной принцип укоренения заключается в том чтобы не перелить при укоренении пеларгонии не используются теплички как например картинзи крупно-листный либо еще каких-нибудь других растек значит сегодня я уже буду некоторые пересаживать небольшие другие кошочки с целью того чтобы опять таки не перелить потому что нужно отъехать и поливать когда в горшке уже не особо стоит нету смысла сейчас я покажу уже некоторые черенки с корешками и потом расскажу подробнее как я это делала ну вот так выглядит черенок возможно камера плохо фоксирует свою надо еще какой-нибудь достать тоже сбоку веночное укоренение пошло и видите практически сухой грунт и это очень хорошо вот это я вытянула вот отсюда по краю боялась сейчас еще какую-нибудь достану попробую это и получше видно черенок кому интересно оставайтесь я расскажу как я это этот результат получила вот берем такой экземпляр пеларгонии естественно такой не годится кустик потому что ее нужно формировать но из этой для того чтобы снизу пошли расти точки лишь нас конечно стимулировать этот процесс но естественно что стимулирует обрезка значит обрезаем вот так это мы потом между прочим читала что нельзя заглублять вот эту шейку я так пробовала заглублять все нормально растет кустик становится пышнее поэтому этот кустик я пересажу более глубокий горшочек и у меня будет дальше формироваться красивый кустик следующему году ну вот от веточки мы освобождаем все и отрываем все нижние лист нижние листочки и чешуйки оставляя сверху минимальное количество листочков если в серединке образуется цветочек бутончик его нужно отломать все вот так у нас получился черенок из этой красотки мы тоже открываем все листья это промежуточный кусочек и вот такой черенок у нас получился далее это черенок все эти черенки оставляем на минут 15 как минимум просто лежат ну например каком-то золи на сухом воздухе для того чтобы вот это все обдулась воздухом и подсохла далее после того как можно оставить и на два часа и на три можно дальше просто когда нарежешь эти черенки просто идти заниматься делами по подготовке грунта кассеты стаканчиков значит я использую кассету на 60 ячеек если стаканчик то это 100 миллилитров чем меньше я считаю как бы считается лучше ниже но по шире стаканчик потому что они все-таки как листва значит этот эту кассету наполняю я уже своим полюбившийся мне грунтом почвобрикетом который разомачивая по инструкции этой влажности хватает для того чтобы нормально укоренялась пеларгония она как раз если разводить по инструкции получается не больше не меньше жидкости в грунте для того чтобы черенок не загнивал и при этом еще пару недель оставался без полива затем каждый черенок и опускаю в грунт без использования какого-нибудь укоренителя я делала с укоренителем не сильно много большая разница и даже мне кажется выпадом больше значит запускаем и очень плотно обжимаем черенок для того чтобы он просто там вот очень плотно стоял буквально вот на таком расстоянии от ну как бы был погружен в землю буквально два сантиметра все оставляем эту палету на укоренение в не на прямые солнечные лучи и ни в коем случае в теплое место но чтобы было свет я пробовала лампу поводной палец я вообще ну и вроде говоря там за две недели я не у меня так не получалось куда же сам возможно что-то ракет еще другие факторы значит все оставляем на месяц эту палету и тихонько ждем и если очень сухой вот такой вот уже сухой грунт можно немножко поливать воды я делала это из груши принцовка называется аккуратненько поливала потому что перелить очень можно даже и потом происходит будет завивание когда уже начнут вот эти вот ростики растет уже будет понятно что процесс укоренения идет нормально и уже начинают получать питание растения вот такие вот дела через месяц я уже вам показываю я буду пересаживать их вот в такие вот небольшие стаканчики 300 миллилитров а поводу кореней используем укоренителя вот я использовала хваленый многими призапон и корневин значит выпады как видите тоже есть укоренение разница между эти той кассетой и этой буквально две недели до корешки есть но они были у то есть через три-две недели у некоторых корешки но выпады там и там кто-нибудь это вроде как и не видать разница разница по сути дела вот даже не могу сообразить какой повернул а вот правильно да среду опять таки я смотрю совсем вообще у кого-то уже корни большие а у кого-то ничего в общем не буду я тратить дорогой резапон и не очень мне нравится корневин я вот смотрю и здесь где есть крышки если можно без него вот получить такой результат да я еще забыла вернее все наверное заметили что я еще любителю по укоренять в воде но с королевской пиларгоне не так то просто договориться вот стоит она точно так же сколько и это полета и у неё ни одного корешка не появилась но зато она зелененькая до сих пор она стоит уже месяц но в общем такие череночки уже спустя две недели пересажены из кассеты стаканчиком большего объема сейчас я буду активно впрыскать фунгицидами и буду их дальше продолжать растить что я буду с ними дальнейшем делать я буду тоже выкладываться на своем канале и результат пусть и по как он будет цвести обязательно выложу позднее и вообще для чего я это все делаю всем спасибо за просмотр всем светлых эмоций и отличных результатов результатов